Лес, я девственник, иногда ходят до секса, я не даю ссу, как тот парень с ЖБТ может пройти к проституткам, чтобы страх прошел. Да нет, не парься, просто пробуй много раз и все, в какой-то момент пробьет. Вообще, проститутки это совсем крайний вариант, понимаешь. Попробуй с обычными девицами, лучше начинать с обычных девиц, всегда, это факт. Не надо, значит, не надо слишком сильно увлекаться проститутками, вообще. Чем меньше вы их используете, тем лучше для вас, да. Вот так вот. Это крайний вариант вообще, совсем крайний. Лучше с обычным девицем, всегда. И не за деньги. Просто немножко деформированное будет восприятие первого секса с проституткой. Вот лично я вам честно скажу, никогда с проституткой не будет такого кайфа. Никогда, как с обычной девочкой. Нет, нет и нет и нет, еще раз нет. Вот сто процентов, но нет. Потому что обычно девочка хочет сама, если она тебе дает, она хочет сама, она дает тебе эмоции, а проститутка не дает тебе эмоций. И поэтому ты начинаешь, у тебя немножко, это как бы не совсем удачный первый секс получается. Лучше начинать с обычных девиц. Даже дело не в том, что лениво соблазнять. Вы знаете, у меня тоже на проституток очень тяжело встает член. Вот серьезно, да? Потому что мне нужно, чтобы... Я когда чувствую, что девочка возбуждена, у меня встает член хорошо. Когда эта проститутка, у меня не встает член, я не кайфую с ней, от секса. Поэтому я и говорю, что лучше научитесь соблазнять женщин, чтобы не использовать проституток. Вот. Но, когда у тебя уже большой гигантский опыт, ты можешь себе позволить все что угодно, кого угодно жарить, да. Уже там, как бы, вообще по барабану. И с проститутками тоже опыт, тоже хорошо, чтобы был. Если ты мастер, там, чтобы ты знал, как реагирует твой организм, там, и так далее, и вообще. Но так, начинать с них не... Ну, меня по проституткам прокачивал Гриша. В Израиле, когда я приехал в Израиль. Он мне сказал, что он специалист по проституции, профессор по проституции. Я говорю, Гриша, говорю, только никому не говори, я ни разу не снимал проститутку. Я вообще их боюсь. И он такой, что, Лесли, ты боишься проституток? Да одни же обычные тёлки. И, я помню, я тренер по соблазнению. Отвёл тренинг. У меня Гриша сажает на байк, на мотоцикл. И везёт меня в бордель. В общем, Гриша очень так, не уверенно тогда, в то время, подходил к девицам так аккуратно. А я подходил, брал за задницу, там, на плечо, мог положить спокойно, любую. И он вообще очень сильно был в восторге от того, насколько я фривольно общаюсь с женщинами. На улице, там, с любыми. И, представляете, заходим в мой бордель, и мне так становится неудобно как-то выстраиваться девицы голые. Я такой смотрю на них, и как-то мне так, я так аккуратненько такой захожу. А Гриша заходит, открывая просто с ноги эту дверь. Я такой, так, короче, Лесли, слушай, ну чё ты тушуешься, Алекс, посмотри. А ну-ка повернись. Я такой, ну, ну, какую ты будешь убирать? Покажи жопу, покажи сиськи. И он так ведёт себя с ними нагло, уверенно. А я такой, мне как-то неудобно, ну, сказать, какой-то девице, которая за бабло, покажи сиськи, жопу. Вот, прикиньте, то есть она такая... И Гриша дефлорировал меня с точки зрения проституток, вот. Потому что я был очень... Ну, я до сих пор, на самом деле, как бы, когда со мной общается проститутка, я как-то так смущаюсь. Ну, как-то чё-то осталось ещё этой хренью. Вот. Такая вот история, весёлая. Такая вот история, да. А Гриша такой, специалист по проституции, международного класса, короче. Ну, сейчас он вообще, в принципе... То есть он начинал с того, что он жарил только проституток, и когда в пикап он взялся, он перестал ебать проституток. Вот. Гриша про шареное. Ну, вот. Он меня даже в чём-то прокачал в начале моей тренерской карьеры. Но он сказал, Лес, ну ты чё? Ты тренер по соблазнению, и ты, короче, тушуешься... А, и ты ни разу не снимал за бабки тёлок. Я говорю, да мне как-то стрёмно, если честно. Ты что, говорит, с ума сошёл? Ну, как ты можешь? Дреньги, блядь, по соблазнению ведёшь. Ты кому скажешь, тебя засмеют. Что Алекс Лесли боится бабы за бабки снять. И он меня, короче, прокачивал по этой теме. Блядь, я так ломал, если честно. Вообще жесть. Вот. Ну, это так давно было. У меня такие смешные страхи были. Это прикол. Мне, знаете, даже сложно представить, да, что сейчас эти девочки несчастные, которым по 19 лет, короче, чувствуют, когда со мной общаются. А я недавно показал им. Они пришли ко мне, сели. Я показываю. Смотрите, вот я вчера, как я занимался сексом. И там такой прикольный секс. Я девушку провожал. Я её провожал до лифта. И я её трахал возле лифта. Трахал. Она говорит такая. У меня такси уже приехало. Я вызываю лифт. Я её трахаю. Лифт открывается. Я её трахаю. Она заходит в лифт. Я её трахаю. И я её так трахаю. И так раз подтолкнул. Она в лифт завалилась. Члена слезла. Развернулась такая охуевшая. Посмотрел на меня. И лифт закрывается. У меня член прям рядом такой стоящий. Лифт так закрывается. Ну вот. Я такой. Ну вот как надо провожать женщин на видос. Ну и значит этот видос я показываю девочкам. Одна девственница. Вторая вообще просто зелёная. И они с такими глазами на это смотрят. Для них это такая жесть. Понимаете. Для них это жесть. А для меня это как-то обычная жизнь. Вот. Для них это кашеснос. Понимаете. Я такой. Я пытаюсь понять что они чувствуют. Бля. Не могу понять что они чувствуют. Вообще не могу понять. Я пытаюсь понять. Как бы я чувствовал себя на их месте. Я не могу уже представить. Как бы я чувствовал на их месте. Сука. Это было так давно. Но. И я. Они пишут мне что им рвёт башню. Они в ахуе. От таких лайтовых вещей. Короче. Это просто жесть. А хорошо бы эти видосы на хав закинуть. Но здесь нельзя к сожалению в Украине. Понимаешь. Это статья. Поэтому. Только для личного пользования. Вот. А мне. Так как это публичная личность. Мне нельзя нарушать закон. Потому что приебутся. Сразу. К Алексу Лесли. Так что к сожалению. Все видосы сняты на Украине. И хуй кто увидит. Вот. Придётся переснять в Швейцарии. Или. Где там. Нет. В Швейцарии тоже по-моему нельзя. Блин. Как же этот Будапешт. Вот там все порнуху снимают. Там можно студию даже порнографическую открыть. Надо там переснять. Тут всё. Заново.